Вдали! Он отличается от обычных людей, что у него вначале не как у Шишкина дурачка. Вот он увидел рощу и рисует. Ой, бля, сука, забыл иголочку нарисовать. У Дарьи другое. У него не первичная картинка, у него первичный образ, который он сформировал. То, что он думает, вот у него в голове, и потом он это делает. А мы дураки. Мы дураки. Потому что мы приходим, смотрим на картину, как будто мы в музей пришли. Ой, картина, здесь ромбики, здесь бабка такая, здесь какая-то эта самая, и мы смотрим на эту картину. Но это не картина. Первой причиной был образ. Образ, который возникал в голове его. Учитывая то, что он был гомосексуалистом, учитывая то, что его восприятие мира было совершенно по-другому. Не сверху вниз, как у наших нормальных людей, а как у гомосексуалистов, снизу вверх, через арус он воспринимался. У него образ родился. Что у этой картины есть? Это, я считаю, великая картина, которая есть у Дарьи. И вот эта картина, она стоит 100 триллиардов долларов. Пожилая женщина. Пожилая женщина. Вот смотри на все. Во-первых, сразу скажу, все картины дали крест. Вот все картины везде, ну вот так. Это крест, не вот этот крест, понимаете, да? Не православный. Да, помните человека? А вот этот крест. У него был зим. Вот эта женщина, старая, она уже умирает. У него книжка, альбомы какие-то и так далее. И что она вспоминает? Смотрите, переносимся сюда. Вот ее молодость. Она молодая. Ее, видите, у нее оргазм, но оргазм в гримасе. Она получила любовь, но любовь, вот посмотрите, черная. Она ни к чему не принесла. Она дала ей горе и страдания. И вот это вот ее главный карман в жизни, страдания. А вот это ее счастливая жизнь. У нее дети и так далее. Она прекрасно жила. Понимаете? Она прекрасно жила, как мы все живем. Но вот это вот страдание, мученичество, оно, когда она уже умирает, она вспоминает только это. Только оно разрушило ее жизнь. Вот эти грубы, это дни, дни, и события, которые были с ней. Понимаешь? События. Это был, с Виктором познакомилась, с Оксанкой, с этим, работа, кто-то, кто-то. Один ребенок, второй, третий. Это ее семья. Вот это события в нашей жизни знакомые. То есть это светлое, а вот это чернота. Еще главное вдали. Вдали. Сверх. Это что? Эмоции. А графические символы это что? Радость. Жизнь, события. Вот. Поэтому светом отражает эмоции, а вот этими линиями отражает события. Вот смотришь на это, вот посмотри, вот эта женщина, что-то страшное, да? Снечка, срача. Нет, у него не было этого. У него не было того, чтобы он воспринимал. Это не то, это не Фрейд. Это не Фрейд, когда вот это вот, ты ассоциируешь с этим видео, нет? У него просто эмоции первые. Не, не, то есть нечек? Таракан. Какой таракан, да? А именно эмоции, какая страх, да? Ну что у тебя, страх? Нет, противно. Противно, что такое противно? Что у тебя было противно в жизни с кем-то? Что? Федька, Федька, сука, да, вот это. Все нормально. Нормально. Ну, понимаешь, что-то? Свободы, нормальные. Нет, твой ребенок прекрасный. Нет, соседи. Соседи такой. Блин, дали здесь рядом стоял. С комочками. Что у тебя осталось? Я люблю такое. Ну что-то такое не очень, да? Короче, я пробовал. Вот понимаешь, светлые женщины со светлыми глазами, у них волосами, у них всегда что-то вот такое, понимаешь? У них всегда вот это что-то в центре, потому что не перекрашиваются люди, у которых все хорошо. А у них Федьки? Федьки? Да. Да, еще в конце, да. Я заканчиваю, да. Просто вы должны... Очень интересно. Я понимаю, но Давид надо понимать. Давида, он это, понимаешь, и когда, вот у тебя эмоции, не таракан, ты должна понимать эмоции, когда ты увидела таракан, что тебя сыграет? Страшно. Убить? Нет. Страшно. Страшно. Убить, это когда ты не боишься, раз и все. Нет, яро. Что? Вот. Это противно. Ты понимаешь? Да, противно. И вот это вот, понимаешь? Вот это вот, понимаешь? Вот когда ты смотришь... Почему Давида привлекает? Потому что ты смотришь, ты видишь таракана, но ты не видишь таракана. Ты видишь что-то, что вот... Что? Не ассоциацию, а ассоциацию. Ты видишь эмоцию противного. Ты видишь, что у тебя в пляже, а тебе кажется, что член. Понимаешь, это не это. Это эмоции. Ну пойми на что. Давида, эмоции. Он глубже был. Он был. Он был сексуалист-дурачок. Еще раз говорю, он не сексуалист-дурачок. Примитивный. Но его примитивный. Он был. Он был. Я знаю, что он был. Я знаю, что он был. Я знаю, что он был в мостах или любом. Не важно, я не сексуалист. Он прекрасно человек, прекрасно семейное и так далее. Это в чем дело? Здесь надо понимать. Понимаешь, не так вот, как вы говорите. Ромики соты, пчелы, значит у него балуги. Значит он любил мёд. Понимаешь? А, все понятно. Нет. Ты не курт. Посмотри на этой скоротке. У нее нет лица. Ты видишь, у нее нет лица. Это год. Это год. Нет, потому что ее лицо осталось вот здесь, когда ее изнасиловали. О, Боже. Понимаешь мне? Это все вот крестом, смотри. У этого есть рамка светлая, у этого нет. Это эмоции, значит, это было что-то светлое, а это просто закончилось. И когда ты смотришь на вот эти вещи, ты понимаешь, еще, главные черты, север, юг и так далее, все это, ты это видишь. И потом прямые линии, что это прямые линии, что у тебя вызывает? Вверх, вниз, вниз, вниз. Это что-то, которое, вот как поезд, садишься на поезде, но ты свернешь. То есть это безысходность, которая, вот она началась, она заходит, вот эпицентр вот этой хрени. И она закончилась здесь, чем? Какую-то хрень, ну видишь, да, что-то такое-то, и все ведет к тому, что началась эта рутина, а потом он переводит, посмотри, вот эти линии, видишь, вот картину читаем, вот так, сюда, он ведет нас, сюда. Что-то светлое. Что-то светлое, да, светлое, то ее, а я якобы забыла, она забыла это время, все, вот она, смотри, так хорошо, все картинка. Это одинаковое, сколько событий, одинаковое, у нее все хорошо, и потом, видишь, она переходит сюда, а здесь хаос, а здесь хаос, и потом, что она из этого хаоса? Сидит здесь и понимает, что жизнь эпицентр, самое главное, посмотри, у нее есть три книги, какую она открыла? Евангелие. Нет, конечно, там нет никакой, Евангелия нет, это, ты сам, нет Евангелия, его не существует, это такая же, как это, понимаешь, вот смотри, вот она идет, и вот это вот, вот это, и самое главное, что вот ее поддерживает не вот эта вот жизнь, вторая, а первая, которую она пережила после этого, понимаешь, посмотри, как идет линия, то есть она подпитывается именно вот этим, не вот этим вот огромным куском ее жизни, а тем, что было после этого, когда она переживала вот эту хрень, и тем более здесь черные, синие, видишь, да, а здесь нет этого, здесь как-то все размыто, здесь все как-то банально, да, и вот это, и вот она умирает, и она понимает, и самое главное, что? Видишь скрещенные руки, а ты знаешь, что Далий тоже точно так же похоронен? Далий похоронен вот с такими же руками, не с этими, как у нас свечка там, вот с такими же руками, недавно его эскумировали, кстати, посмотрели, что усы сохранились, если ты спрашиваешь меня усы, все нормально, понимаешь, что это говорит? Она принимает вот эту всю хрень, и она ничего не поняла, она ничего не поняла в этой жизни, Далий и показывает тебе, что, блядь, ну, сука, не будь ты вот такой, блядь! Пушистый? Нет, не пушистый, мы все такие, мы все подыхаем, мы не понимаем, блядь, за что все это, за что, что за хрень, как это получилось, что вот, понимаешь, да? Мы не понимаем, что, что такое, блядь, что за хрень, блядь, все, почему эта туфетка меня повысила, понимаешь, мы не понимаем, мы, я говорю тебе, блядь, не наша жизнь. И вот это главная наша проблема, что мы задумывались о том, когда уже, блядь, все, и не стала, видишь, книги, книги, которые она не прочла. Если бы она прочла эти книги, она бы хуйняла, она бы расправила руки и сказала, идите вы все в жопу, я нормальная женщина, блядь, я всех прощаю, пошли ей в жопу. Да, там потрахалась хорошо, меня убили, там, износил и так далее, все, и в прошлом смысле, понимаешь, то есть у нас под столом остается огромный багаж на следующую жизнь. Не используем надо. Нет, то, что мы не переработали. И вот эта вот хрень, понимаешь, вот на столе, вроде ты прочитала свою книгу, вот он говорит, типа прочитал, типа все, пипец, ну да, вот херевая жизнь, все, жопа, все, ну типа я вот, ну, в следующей жизни я буду там, это самое, королевой, там, как-то стоять, хрень тебе, посмотри вот на это, у тебя там столько говна, простите за мою французскую. По-испански это называется Кагабу. Менее, да, очень. То есть, понимаешь, вот и здесь еще и так далее. И он говорит это, потому что он это не придумывал. Придумать это то, что я сейчас говорю, невозможно. У него это было в голове, поэтому он великий. Он великий то, что у него выстраивалась вот эта линейка архитектуры картины уже в процессе, когда он ее начинал рисовать. Он ее видел, он сам ее не понимал. Вот в этом и есть гениальность. Потому что он ее нарисовал и типа, ну давай к следующей, вот давай к следующей перейдем. Вот он, вот он. Буратино это там, понимаешь? Папа Карлова любил кофе и поэтому Буратино использовал полное значение. Понимаете мысли, да? А потом уже, вот это гениальность. А когда Шишкин или Великий река, а когда ты пишешь что-то уже заведомо и это показываешь, это все видно. Госпожа Тараканова, Морозова, там это все видно, ты смотришь на эмоции. А он сам не понимал, что он делает. Вот эти часы его там, вот эти все. Еще раз говорю, у него эмоции. И поэтому мы. А то, что непонятно, то принадлеждают. Правильно, да? Кто я такой Константин Крохман? Вот я сейчас сижу. Кто я такой? А кто я это знаю? Я это вижу именно как Далия. Ну будет понятно. Он не видел это все. А мы сейчас сидим здесь, понимаешь? А почему здесь два кольца? Два кольца. Вот он. Вот они, два кольца. У нее была жизнь. Муж, которая могла бы быть нормальной. Видишь, вот из этой хрени осталось только вот это. Она могла быть это. Но она с Федькой с каким-то вот поверила ему и все. И с мужем у нее не получилось. Она была вручена. Мысль, понимаете? У него в голове вот это вырастает. А мы потом начинаем это расшифровывать. Если мы смотрим просто на картину, мы не видим это. Ну, красиво, да, и так далее. А когда ты начинаешь отбрасывать все, что ты видел, и думать по-другому, у тебя открывается вот эта картина. И чем гениален Далий? Коротко. Он рисовал слоями. Есть мысли слоями. Он рисовал слоями. Каждый слой что-то значит. Это не Шишкин, еще раз говорю. Дерево, там три медведя. Хотя там четыре, кстати, медведя, если кто не знает. Он рисовал слоями. И самый главный момент. Вот это. Что это такое? Облака. Облака. Это что такое? Это предупреждение. У каждого человека есть предупреждение, которое мы почему-то не используем. Мы их не видим, не привыкли. И вот он говорит, что, вот видишь, вот Лидия, видишь, пошла. Начало картины. Начало и обратно. Крест. Помните, да? Жизнь начинается с того, что ты маленький. И у тебя в жизни сломал ножку. Поцарапал ноготь. Тебя кто-то ударил. Мысль понятна. Какие-то в детстве такие вещи идут, идут, идут. И ты не обращаешь на них внимания, понимаешь? И потом оказывается вот это. Кардинальное событие, которое крушит твою жизнь. Если бы мы обращали внимание на эти, Федька тебя послал нахер. Ты думаешь об этом. Мысль понятна, да? То есть, вот это настолько, я считаю, вот эта вот картина, она величина. Это моя самая любимая картина. Я ее обожаю. Поняли. Это номер один. Потому что в ней вся наша жизнь слоями сделана. Ее. Не наша. Но мы ассоциируем вот эти все. И самое главное, что вы должны посмотреть. И когда вы, вот я сейчас рассказал. Опять-таки, получается, это вы ее так интерпретировали, расширствовали. Конечно. А я дура, я ничего не знаю, просто говорю, мимо походи, извините, там, а что, а, извините, там, на тебе просто еще раз говорю. Нет, он же не оставлял никаких записей в России. Что, 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 это же исключительная история о искусствах метров. Гениальный вопрос. А нахрена? Зачем ему раскрывать вот эти вещи? То есть, Бог поедил, Бог делится мыслями только со своими друзьями? Нет, 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 нет. За бокалом. Самое главное все проще. Он сам этого не понимал. Он этого не понимал. Когда ты не понимаешь, ты включаешь... Да, да. Когда ты не понимаешь, ты включаешь что? Именно вновлялась. Загадочно. Иначе было бы неинтересно. Вот что означает ваша картина? Можно считать, любой художник это писатель. Какой писатель пишет книги от кау до кау, а художник пишет на холсте. Я как зовут? У меня Екатерина Дубльщицкая. Екатерина, молодец. Ну, просто я художник, поэтому я знаю, что я делаю. Вот посмотри. Я хочу сказать, что любая картина это недосказочное. Недосказывание. Когда ты ее делаешь... Если я ее досказала, она скучна всему народу. Если я оставила какие-то загадки, вы, как другие люди, будете ее разгадывать. Согласен. Еще раз. Здесь я не могу сказать. Вот этот принцип, который я сказал, вот посмотрите, вот сейчас абсолютно правильно говоришь. Ты умница, красавица. Да, очень, красавица, спасибо. Спасибо. Это сам, на ангелы верху, который... Да, да. Шикарно. Просто вообще-то... Ангелы, бакерская, красивая. Еще раз говорю. Вот эти все вещи все, вот то, что я говорю, вот этот бред, это не из-за того, что вот эта картина. Это принцип. Понятие этого. Вот я просто говорю, самая тяжелая книга, Коран, я которую читал, первые 50-60 страниц я вообще не понимал ничего, просто ничего не понимал. Я читал, читал, на 60-70 странице у меня начался формироваться восприятельный образ того, что я читаю. Я на русском читал, а не на оригинальном. Понятно? А потом я уже, понятно, да, я погрузился, я теперь это понимаю. То же самое Дали. Если ты смотришь на это, вот полезно, значит... Это же каждый, в основном, кто чувствует, как чувствует. Абсолютно. Да, я тут вижу, что женщина. Ее жизнь, ее проекцию, ее реальность. Нет, мы сейчас... Я, эта женщина, но еще раз говорю. Это женщина, эта женщина, это женщина, кто это? Это гала, которую погубил Дали. Нет, это она его погубила, я считаю. Он считал, что наоборот. А я считаю, так. Согласен, да. Ну, еще раз говорю, вот этот принцип, мы просто... Если мы вот этот принцип, который я сказал, не конкретно эти самые... Именно вот мы, это как формула, 2-4, там, и так далее. Вот эта формула, если мы ее просто держа в голове, будем смотреть на все, что делал Дали, на все. С точки зрения того, что я сказал, это не просто вот там слоны, и так далее, часы вот эти, часы такие делают, и так далее. Вот, ой, он там, время гибкое, и так далее. Нет, не было никакого времени. Это все чушь. Это все вот из этой же категории. И как-то ты посмотришь на это, у тебя вот это вот сознание, оно расширяется, открывается. Понимаешь? То есть ты уже смотришь, вот я сейчас сказал, как это мимо прошла ее, нафиг. Бля, какая-то хрень такого, понимаешь? А когда ты смотришь, ты уже вот на эту картину, на Буратино, посмотришь по-другому. Тоже крест. На вот эти все, ты посмотришь на другую. Вот на эту картину посмотришь по-другому. Тоже крест, понимаешь? Вот он, крест. Что здесь, жопа? Нам всем скоро будет, понимаешь? Но ее кто-то поддерживает. Ты понимаешь? Вот понимаешь? Ну, мы не говорим про это. Это еще раз говорю, мы смотрим на все эти вещи, и вот эти вещи все, они как раз идут по вот этому принципу, любая картина его идет. И ты понимаешь принцип, не просишь, чтобы там баба нарисована, за шоку поделась. Он очень грантный, очень талантливый, он очень хорошо проснулся, он был очень импатажный, он очень капризный. Ты умница, ты умница, красавец. Ты умница, я куплю твои первые восемь картины. Да? Я протаю? А девятую сделаю, обязательно. Я продаю. Все, ребят, надеюсь вам было интересно. Спасибо вам. Это очень старший взгляд, прекрасный. Вот расскажите, что вам понравилось? Все. Особенно вы. А второе, то, как вы расположили квадраты и дальше расположение. Хотела мне оставить вопросы? Давайте, хорошо. А это видит, что свет падает на свет. И то, что в нее немножечко попадает свежий. Правильно, это она замечает. Цвет на свет, по-своему замечанию. А, это абсолютно точно поддерживает то, что я говорил. Да, но просто проще. Проще, да. Но здесь это не одно, это жизнь. Прекрасная жизнь. Прекрасная. То есть вы, потому что жизнь прекрасная. Если... Вы не ее тарахан. Да, да, да. Если вот жизнь прекрасная, если... Здесь вопрос такой, вот она здесь. Если бы была прекрасная жизнь, она бы радовалась. В этой жизни все мучаются. И он говорит о том, что наша жизнь это аст. У нас ничего хорошего нет. Вообще. У нас все плохо. Единственное, что хорошо, это когда ты любишь. Любишь. Любишь, равно что. Но этого здесь нет. Здесь нет любви. Красный цвет. Любовь. Это красный цвет. Часы, которые делают любовь. Она гибкая. Вы помните часы, которые делают? Красный это любовь. Красный цвет тоже может быть агрессия, кровь. У нее всегда любовь. Вот любовь. Она проходит мимо любви. Она ее не видит. Ну это не факт, что любовь. Это она вулкась. А это там она умирает. Красный цвет. Друзья, еще раз говорю. Я очень рад, что я позволил вам задуматься. Теперь вы будете картины. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Почему в «Советный дом» придает писалище, если он раз рождает чудовище? Потому что с рюшами. С рюшами. Это фриза испанский бородник 17-го лета. Если Силатон Далей видит такую серию, но не в пути книги, о том, что все книги совершенно согласны. Может быть, это его воспоминание, кого он износил. Сумасшедший бородник. А вот это явная цитата. Вот смотрите. Вот это гений. И все. Меня растоптали и так далее. Если бы я не был Константинов. Нет, в этом нет никакой цитаты. Константин. Значит, постоянно. Мне просто интересно любой специалист. Человек имеет право на интерпретацию. Как вы? Гениально. Если просто ты смотришь картину вот такими кусками. Это мужик. Может, это его воспоминание? Это может быть, пожалуйста. Это может быть землю. Замониться. Потому что это явно тоиск. И это может быть вельма. Это может быть дурь синея, превращенная на вельма. Это тоже может быть дурь синея. Это может быть дурь с копьем, который сражается с землой. То есть, затем мы можем здесь добавить дурь с копьем. Но это стопроцентный тонкий код, который почетный трех книг сошел с ума. Естественно, свет, эмоции. Я не знаю, что это. Свет – это отражение реального мира. То есть, для меня это есть решетка. У меня, скорее всего… А это некая фикция, внутри которой нереально ворота. Гениально. Если… 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 Не знали… Что… Сальвадону Ивановичу Дали… Было глубоко кохеру всех, кроме его переживаний и его жизни. А зачем же тогда? Он сутирует Миллера, он сутирует Вермейра, он сутирует Леонардо. Дон Кихотов, он его называет своей любимой книгой. И то, что потом вот этот весь бэкграунд в туфон преобразует свое сознание в те же самые дон-кихотовские отражения безумия, но то, что это явный боя, потому что в этом году я специально смотрела науку. Это 56-й год. В этом году он уже сделал свою сервисную версию «Каприджи» с Богом, на которой, помните, он их перерисовал. Вот. Гениально. Если бы он… У него не было такое эго, что он считал себя, Дали, выше… Нет, он считал себя ниже вернее. Это он говорил. Понятно, что… Но картины его и все, что он говорит… Он говорит о том, что он великий. Ну, такие усы не будет человек растить, который считает себя уничтоженством и так далее. В другой стороны, именно эти новые комплексы, человек может пройти через свой комплекс, а удалить его шути, комплексами, они давали ему огромную творческую энергию по миссионным комплексами. И вот эти усы, на самом деле, совершенно деталь закомплексов были получены. Гениальная версия, она заслуживает внимания. Может быть, она и верная. Нет, ну, просто вот это все… То есть, я очень интересно слышала, что вы говорите, но это Дон Кью. Потому что это испанская картинка. Усенец. Где копье? Понимаете, копье вон. Это не копье. В тот момент, когда Дон Кью Ситино читает… Ситино читал копье. Он еще не оделся за субъект, который нашел в чердаке Асфальт. Вот это подтверждает то, что я говорил. Что вот эти, так называемые, картины зашифрованные, как Леонардо Вичи писал это, да? Или кто там… Рапаэль. Рапаэль. Это неважно. Все делают свою историю. Еще раз говорю. Он делает историю… Еще раз говорю. С точки зрения… Черный квадрат на белый… А мы сейчас… Смотрим это. Мне нравится Петросян. И я вижу здесь… Понятно. Что ты из Петросяна? Здесь есть… Согласен. Есть отсылки к Данке Козу. Он его показал. Нет, конечно, у них нет ничего страшного. Вы знаете, это правда? То есть, вот эта вот игра реальности, света, энергии, это совершенно не правда. Это прям проявление энергичное. То есть, это его безумие, его сознание, которое здесь вылезло и так далее. То есть, они понимают… Если мы не поднимаем его реагитацию, возможно, то как можно реагировать женщину? Я сказала, что я просто… Он. Он боготворил женщину. Для чего была у него жалка? Хотя он был нетрадиционный. Нет, понятно. Если он пишет Данке, он же испоражает все-таки Данке, он испоражает и Данке не галок. То есть, возможно, что он всегда в сознании… Нет, нет, нет. Я думаю, что он как-то здесь, а потом кихот все. Понятно, что Дон Кихот живет не в Синее. То есть, тут мы можем увидеть от себя Данке, Дон Кихот, Дон Кихот, женщина. Гениально. Вот сейчас мы послушаем, вот действительно, это гениально. Дали, Гала, Дон Кихот, Дон Кихот, Дон Кихот. Но правила жизни диктует не Дон Кихот тот, и не Дон Кихот тот, и Дон Кихот тот, а Дали. Естественно. Он сам свои правила. И через образы он все это дает. Но он дает свою жизнь. Почему это жизнь? Если у вас не сядет, то есть мы можем интерпретировать как угодно. То есть, мы смотрим сюда, то у нас здесь… Это мужчина? Это у нас в любом случае… Это женщина? Нет. Это у нас в любом случае Данте. А это одно из адских видений. Затем мы можем тут уже интерпретировать все на свете. Но это как бы Данте. Мы не можем сказать, что это… Хорошо. Я скажу чудовищную вещь. Я скажу чудовищную вещь. Чудовищную вещь. Причем она страшно чудовищная. Меня сейчас выгонят из этой галереи. Меня сейчас парикуют лаптями в полу и так далее. Дали он специально называл и образы делал картин с тем, чтобы вас спутать. Он над вами стебался. Он пишет Данте. А он пишет про другое. И ему важно… Он через свой мир все-таки индустрирует башнику. Правильно. И поэтому все-таки Данте… Вот тут нет. Он может сниматься как угодно. В тайной жизни я могу вам перечислить все моменты, где он там абсолютно перебрал свою биографию. Все-таки есть какие-то… Я хочу взять у вас интервью. Все-таки есть какие-то интервью. Все-таки есть какие-то интервью. И вот все-таки мне безумно понравилось, как вы сказали, но одно не сходится. Мужик. Да, это мужик. Дом Кихота как женщину. Хорошо. Почему ее насилуют? Разве может быть у мужика такие руки? У меня, да, я пионер. Дом Кихота, конечно. Я пионер. Дом Кихота, вытянутый. Это не может быть женщиной. Потому что это Дом Кихотовская фреза, те же самые книги. Где у него, извините за выражение, член или… Ну, где у него сидит. Простите, он сидит. Ничего. Вот для этого он и сделал это для того, чтобы вы думали, что это Дом Кихота. Ну, понятно. А кто назвал Дом Кихота? Все-таки для Дом Кихота. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Стоп. Смотрите. Про Дом Кихота то, что вы не знали. Дом Кихота. Я знаю женщину. Он был в Ульсене. Сервантеса. Сервантеса, да. В Ульсене. Я руководил отдел культуры Института Сервантеса. Я был на том месте, где его похитили. Где он был. И вот эта тетка его делала. И он списал с нее это самое. Да-да-да. И она его отмажила от этих пиратов и так далее. Ну, как вы сказали, Яну, Яну, Хлопер. Со мной спелось без смысла. Вот. В�� digo, Гюджин. Запорней холи. Управеник Gordon. Гюджин. Т fist. Самили пол вот этих которых, Пусть контроли. Я Front Texture. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok